Давайте разбираться, что происходит с Канье Вестом. Можно в интернете найти сообщение, что Канье Вест просто сошел с ума. Нет, это нечто совершенно другое, с этим я не согласен, хотя, как определенно, биполярочка у него, конечно, по всей видимости, есть. Канье Вест для себя несколько лет назад открыл, что в мире существуют двойные стандарты, что есть тема, на которой говорить запрещено. Темы, за упоминание которых тебя будут отменять, уничтожать, разрушать твою карьеру и прочее. Для Канье эта мысль была неочевидна. Он существовал в том пузыре, в котором существуют буквально самые наивные, самые неопытные люди. Он существовал в пузыре, где ему казалось, что, во-первых, что можно вести добросовестную дискуссию, во-вторых, в пузыре, где этих двойных стандартов нет. Ему всегда казалось, что он может говорить все, что он хочет. И сейчас он впервые сталкивается с тем, что нет, есть темы, на которые ему запрещают разговаривать. Он не понимает, почему это происходит. И по мере того, как ему запрещают говорить какие-то вещи все больше и больше, путем общественного давления, путем разрыва каких-то контрактов, путем разрушения его личных связей, он начинает давить на эту тему все больше и больше, потому что он видит в этом грандиозную несправедливость. Слова для этого он подбирает абсолютно чудовищно, как человек, который, в принципе, на политические темы никогда не высказывавшийся, никогда не находившийся под критическим взором СМИ. И в чем претензия Канье заключается? Что вот можно признаваться в любви к Сталину, который убил миллионы человек, можно выходить с флагом Мао Цзэдуна, который убил десятки миллионов человек, можно ходить с красным флагом, можно ходить, значит, поддерживать какие-то геноцидные режимы, которые считаются политкорректными. А вот Гитлер – это такая табуированная тема, и его распирает вот это вот открытие. Канье не понимает, почему так. И сейчас, соответственно, пытается напором проломить эту стену, о которой он разбился уже несколько раз за последний год. В общем, наблюдение достаточно легитимное. Да, разумеется, Гитлер упы. Да, разумеется, геноцид, который он развел во Восточной Европе, режим, который он построил в Германии – это абсолютно людоедский, упырский режим. И когда Канье говорит, что Канье любит Гитлера, он подставляется под страшный удар, из которого в силу своей риторической неподкованности выбраться не сможет. Но в то же самое время, и Канье это отмечает, есть огромное количество людей, которые в мейнстриме, которые признаются в любви Ленину, которые признаются в любви Сталину, которые признаются в любви Мао Цзэдуну, которые признаются в любви настоящим упырям. Это абсолютно распространенная точка зрения в американских университетах, где их опыт рассматривается через призму их успехов, а не их провалов. И Канье не понимает, почему через ту же самую призму не рассматривается режим Гитлера. Он не понимает, почему призма, через которую можно смотреть на Мао Цзэдуна, на Сталина, почему через эту призму нельзя смотреть на Гитлера. И это совершенно легитимный вопрос. Легитимный вопрос, который Канье абсолютно не может сейчас сформулировать и в силу каких-то там личных особенностей, непривычки работать, скажем так, прислушиваться к критике людей, а может быть потому, что его просто люди, которые могли бы ему это объяснить, не окружают сейчас, а он себя зарывает. И в этом смысле, конечно, нанесет себе колоссальный урон, уже нанес себе колоссальный урон.